В этом видеоуроке мы с вами познакомимся с понятием смарт-объекта и узнаем, какими свойствами он обладает и как помогает нам упростить жизнь при работе с нашими фотографиями. Итак, для примера давайте возьмем любую фотографию. Допустим, вам необходимо ее немножечко размыть, сделать не такой четкой. Ну, к примеру, да? Давайте сначала ее продублируем, нажмем комбинацию Ctrl-J. Так, и перейдем в пункт фильтр, выберем здесь размытие, размытие по Гауссу, например. Так, ну вот мы, к примеру, захотели размыть фотографию на 30 пикселей, нажали клавишу ОК, да? Но вдруг потом мы подумали и решили, что данное размытие слишком сильное, нам необходимо его поменять. Для того, чтобы его изменить, нам придется делать шаг назад и опять через пункт фильтр заходить в размытие по Гауссу, да? И уже теперь опять вот здесь вот менять вот данный параметр радиуса, чтобы изменить размытие на то, которое нам нужно. К примеру, мы поставили 7 пикселей. Сделали, опять немножечко подумали и решили, что теперь чересчур слабо. Нам придется теперь опять все отменять, опять переходить в пункт фильтр и размывать уже с новыми настройками. Согласитесь, это очень неудобно и отнимает довольно большое количество времени. Что в этом случае можно придумать? Давайте пока что этот слой удалим и создадим еще один дубликат. Нажимаем Ctrl G. Как раз для того, чтобы очень быстро менять какие-то параметры фильтров и придумали понятие Smart Object. Давайте посмотрим, как он работает у нас. Щелкнем правой клавишей по нашему слою и выберем здесь пункт преобразовать в Smart Object. Так, около нашего слоя появляется вот такой вот квадратик в углу. Это значит, что данный слой преобразовывал на Smart Object. Теперь мы также сможем размыть нашу фотографию, к примеру, по Гауссу. Давайте также на 30 пикселей и нажмем клавишу ОК. Так, вот мы ее размыли, решили, что что-то сделали не так. И нам необходимо изменить настройку данного фильтра, который мы только что делали. Как видите, теперь у нас под нашим Smart Object появилась вот такая вот строчка. Размытие по Гауссу. Это означает, что к данному слою у нас был применен фильтр. И теперь мы можем менять настройку этого фильтра, просто щелкнув по данной строчке два раза. Как видите, мы просто сюда заходим и меняем настройку на ту, которую нам нужно. Это очень удобно и мы видим изменения в реальном времени. То есть нам не нужно каждый раз сохранять, потом отменять настройку и возвращаться к фильтрам. Все здесь делается в одном окошечке, что очень и очень удобно. Мы можем здесь выбрать нужную нам настройку и нажать клавишу ОК. Если что-то вдруг потом мы захотим изменить, мы также сможем просто щелкнуть по данной строчке с нужным нам фильтром и изменить параметр на тот, который нам нужен. Точно таким же образом вы можете добавлять любые фильтры к данному смарт-объекту. К примеру, давайте попробуем еще добавить другой какой-нибудь фильтр. Ну, к примеру, давайте возьмем оформление мозаика, да? Так, ну настроим здесь на 64 квадратика, нажмем клавишу ОК. И как видите, теперь у нас уже здесь появилось две строчки. Вторая строчка уже это мозаика и мы также можем, независимо от предыдущего фильтра, менять здесь настройку. Как видите, очень и очень удобно. Вот таким вот образом вы можете работать со смарт-фильтрами в Photoshop. Они очень помогают нам ускорить процесс работы и если мы что-то делаем не так, помогают все редактировать в режиме реального времени. Ну что ж, вот таким вот образом у нас работают смарт-фильтры в Adobe Photoshop. Я надеюсь, вы поняли принцип работы с данным инструментом и сможете применять уже полученные знания для обработки каких-то своих фотографий.